Всем привет! Всем привет! С вами снова Виктор Балет. Продолжаем нашу рубрику или серию фильмов о нашем здоровье, о восстановлении здоровья, о том, как можно вернуться, так сказать, в одни юности, будучи, живя в этом мире. То есть это всё возможно, потому что Творец или Бог заложил в нас огромные потенциалы по самовосстановлению нашего организма. Вы знаете, что через определенное количество лет, например, через 7 лет, как цикл, наши клетки или наши органы, ну не все, все органы по-разному, есть время, самовосстановляются или регенерируются. То есть если на протяжении определенного участка времени, скажем, мы начинаем правильно питаться, то происходит самовосстановление всех органов организма. То есть все шлаки выводятся, все ненужные вещества, минералы, тяжелые металлы и так далее. Все, что откладывается у нас в костях, в межклеточном пространстве, между органами, вы знаете, что в каждом из нас в кишечнике, которая 8 метров длиной, там столько всего отложено за все эти года неправильного питания. И вот если человек полностью регенерируется, восстановится, тогда он действительно становится намного-намного моложе. Значит, хочу, что здесь подчеркнуть сегодня. Ладно, восстановление это, само собой, это такой физический процесс, скажем. Ты покупаешь старую машину, да, олд тайма, и начинаешь ее восстанавливать. Там двигатели потихонечку, там запчасти менять, где-то прокладочки, где-то резиночки, там покрасить можно по новой и так далее, там подобную кожу, да, сиденья. И тогда машина будет как игрушечка, это можно. Но в человеке немножко все по-другому функционирует, да. То есть наше самовосстановление организма нужно начинать прежде всего в голове. То есть наш мозг должен начать работать по-другому. То есть наше представление об этом мире должно полностью поменяться, должно стать другим. То есть оно должно стать позитивным, таким, каким оно должно было изначально быть, да. То есть наш Творец, когда создал нас, он привел Адаму Ева в прекрасный цветущий сад. Вот представь себе, ты идешь в прекрасном цветущем саду, овощи, фрукты, попугаи, там птицы, да, звери, никто никого не кусает. Такая гармония, да, естественно, у тебя будет позитив, у тебя будет положительный настрой, да. И вот такой положительный настрой нужно вырабатывать или сохранять в себе сегодня в этом мире. Да, хотя мир в целом заряжен отрицательно сегодня, да. Но мы должны быть положительно заряжены. Вот все наши болезни, да, они происходят от наших мыслей. Вот если где-то что-то у тебя в организме, ну, настроение плохое или что-то себя почувствовал плохо, да, прежде всего спроси, о чем я сейчас подумал. Или вчера, или ночью сегодня не спал, о чем думал, да. То есть старайтесь переходить на позитивное. Я уже рассказывал в других роликах тоже, где-то в 45 лет, 7 лет тому назад, как раз вот этот цикл, да, мне сейчас 52. Я более-менее самовосстановился. Если вы посмотрите мои ролики там пару лет тому назад, я их был на 20 килограмм больше и так далее и тому подобное. То есть я сейчас эти последнее время, особенно в эти последние месяца, ну, очень здорово, как говорится, происходит такое регенерация очень быстро. Сначала это идет очень-очень медленно, да, пару лет вам нужно будет просто восстановиться. Потом, то есть, ну, да, действительно цикл где-то 7 лет и тогда вы уже совсем другой человек, да, 7 лет. Большой срок, ну, что если-то идет, завезу, да, как говорится, что так, что что-то, если делаешь, если ничего не делаешь, то все равно время идет. Ну, в общем, короче говоря, что мысли, да, сначала вы в голове должны иметь такой визион, да, что вообще я хочу в этой жизни, что касается моего тела, да, то есть, естественно, у вас должны быть цели, да, духовные, прежде всего, цели, потом все остальное. Значит, что главное, вот когда я болел лет 7 тому назад, в больнице 3 раза был, все вы прекрасно знаете, кто со мной общался, да, вот после этого я сказал, все, теперь я начну новую жизнь. То есть, я просто издевался над своим организмом, я работал очень много, да, по 16-18 часов в день, суббота, воскресенье, ни праздников, ничего не было, когда только-только начал с Эпштейнером, свою фирму сделал, да, такой небольшой, я своим делом занимаюсь. И приходилось очень много работать, и плюс еще всякие другие дела, и я просто-напросто, можно сказать, запустил свой организм так, что загонял его, да, потом я начал потихонечку обдумывать это все, ну, прежде всего, что мне помогло, например, или помогает на сегодняшний день вот так регенерироваться, восстанавливаться. То есть, прежде всего, первое, да, это вера в Бога, в Творца, в то, что Он поможет мне выздороветь, да, потому что Он любит меня, если ты как любящий отец, конечно, Он поможет ребенку выздороветь. То есть, Бог хочет, чтобы ты выздоровел, это первое, да, об этом ты должен постоянно думать, Бог хочет, чтобы ты выздоровел. Второе, ничего в этой жизни быстро не происходит. Если ты что-то посеял, посадил, например, яблоню, то надо много лет ждать, пока первые яблоки будут. И то же самое с организмом. Если сегодня ты начал что-то изменять в твоей жизни, то тебе понадобится несколько лет, пока ты увидишь плоды этого изменения. Но когда ты начнешь получать эти плоды, это такой кайф, да, когда ты чувствуешь, что ты, вау, 52 года, тебе там 62, 72, 82, а ты чувствуешь себя как в 40 лет, да, как в 30 лет. Здорово. Значит, первое, вера в Бога, что Он помогает выздороветь. Второе, нужно дождаться этого, ждать, терпеть. Потом нужно верить душой, вот душой, всей душой, как говорится, сознанием, да, всей головой, всеми мозгами, всем сердцем, да, всем телом. Верить в выздоровление, это очень важно, как говорится, да. Это очень важно, да, верить всей душой. И, значит, что ещё очень важно было? Ну и каждый день что-то делать. Каждый день что-то делать, составить для себя программу и начать работать над собой. Вот если у тебя конкретно есть какие-то тяжёлые проблемы, да, мы можем встретиться с тобой, или можем как-то составить, я могу составить тебе программу выздоровления, можем обменяться мыслями. И, то есть, есть такая у меня задумка, хочу, ну, всё-то я уже это и делал, то есть, я постоянно, мои клиенты, вы знаете прекрасно, если кто-то звонит, я всегда могу там час-два консультировать человека. Всё, что знаю, да, всё, что изучил, что касается нашего организма, медицины, органы и так далее и тому подобное, да. Некоторые спрашивают, вы врач? Я говорю, нет, я не врач, потому что врачи, к сожалению, в этом мире, да, они вам сразу таблетки. То есть, я ещё не видел ни одного врача, который вылечил бы больного. Вот таблетки прописать, пожалуйста, да. А чтобы вылечить кого-то? А-а-а, самый лучший врач для вас, это вы сами. Вот такие вот дела. Значит, что ещё? Мы живём в универсуме, окружённом людьми, прежде всего, а также духовными личностями, да. То есть, вокруг нас есть духовный мир, и вот мы должны быть очень осторожны, да, с кем мы вообще общаемся. Потому что на сегодняшний день очень много есть всяких разных эзотериков и так далее и тому подобное. То есть, много людей пытаются входить в связь с постусторонним миром, да, и они даже толком не знают, с кем они общаются. Вот есть в универсуме силы, да, невидимые, которые нам дают энергию, дают, да, много, вот как Бог, Он даёт, да, Он любит, Он как любящий отец. А есть очень много сил, которые от нас забирают и того малую энергию у нас. Каждого из нас, как батарейка, да, мы не такие уж сильные. И вот есть силы, которые высасывают из тебя всю энергию, а есть силы, которые тебе дают энергию, заряжают тебя. Как на танк, что ли, поехал на заправку, зарядил машину, да, и чувствуешь себя прекрасно. А есть наоборот, да, силы, которые отразят тебя и высосала из тебя энергию. И ты ходишь такой пустой, да, сердце пусто, в голове пусто, ничего не хочешь в этой жизни. Почему это? Вот это надо опять разобраться, да. То есть, есть чёткие причины для всего, да, причина, следствие. То есть, если что-то где-то произошло, значит, перед этим что-то было, какая-то причина. Просто так в этом мире ничего не бывает. И то же самое, просто так я этот видеоролик для тебя не сделал. То есть, я хочу тебе помочь, поэтому звони, будем разговаривать, будем встречаться. Приходи, приезжай на чашку, на чашку кофе, чай. Как-то можно организовать даже ночлег, ночёвку, да. То есть, я сейчас думаю, какие-то варианты, может быть, в будущем, может, какая-то комната, где-то что-то, как-то. Хотел бы такая мысль есть интересная. То есть, ну или можно на один день просто встретиться, я могу обменяться, показать вообще, что я делаю, да. Что мне помогает, вообще, обменяться мыслями, это всегда очень здорово. Тем более, что Безикам, это прекрасное место в Германии, да. «Teschönste Weinort Deutschland» пойдёте, то есть, самое прекрасное, красивое место виноградное в Германии, да. В интернете везде стоит у нас, тут Обамас, у Обамы бабушка здесь жила и так далее и тому подобное. Много туристов приезжает, то есть, хотите приехать, скажите мне, я это всё вам организую. Итак, с вами был Виктор Балет, пока-пока, в следующих роликах расскажу другие секреты о восстановлении здоровья. И сохранении, конечно, прежде всего.